Привет, парни! Привет, друзья! Всех с весной! Очень давно меня не было. Так сказать, в эфире. Вот. Даже я уже слышал некоторые возмущения по этому поводу, что типа, ну ты где там? Чё, значит, замолк? Ну, как бы, ребята, что я замолк? Я писал, что я занимаюсь шлифовкой. Это такая хреномундия, я вам скажу. Сначала это очень отвратительно, потом терпимо, а потом ты получаешь от этого кайф. Ну, как вы видите, кемпер покрыт уже полностью стеклотканью в два слоя. как я и планировал. Всё, ребят, стеклоткань, слава богу, закончилась. Вернее, стеклоткань-то у меня осталась, потому что есть некоторые моменты, которые, возможно, мне придётся тут подклеить. Вот. Но, самая, скажем так, основная, 90% работы, на самом деле, уже всё, закончено. Итак, мы обклеили стеклотканью два слоя. После этого все подтёки, которые, значит, потекли, они засохли, и, в общем, выглядело всё, ну, так, ну, не самым лучшим образом, но, в общем, терпимо. Вот. После этого я, значит, начал работать шлифовальными всякими агрегатами. Давайте, сейчас я вам расскажу. Я понапокупал всякой фигни на самом деле, и, как оказалось, самая удобная машинка, это была та, которая у меня уже была. Это вибрационная. Но, без каждой из тех, которые я купил, тоже не обойтись. Первонаперво, я, когда вот подтёки начинаются, я с Болгарию. Болгарию вот этой вот хреномундии, значит, с лепестковым, вот этой вот лепестковым, с лепестковым кругом. Вот. Значит, из каких-то вот значит, лайфхаков, я хочу сказать, что я перестал покупать с какого-то момента лепестковые вот эти вот наждаки, потому что мне начало нравится работать именно вот такой вот тупенькой, да, тупенькой. Почему? Потому что я не продеру ей до фанеры. То есть, она как бы так, знаете, как шлифует, но не резко, сразу, глубоко, да, а аккуратненько. Вот. Ну, будем говорить, что это вообще сороковка или даже шестидесятка по твердости, да, по крупности. Но сейчас она такая лайтовая, типа P100, P120. Вот. Ну, короче, в общем, ей я сбиваю первые самые крупные подтеки. То есть, просто вот так вот вожу, даже покажу. То есть, я вот просто вот так вот беру и вот так вот вожу потихонечку, потихонечку вожу, вожу ей. Вот. И у меня все подтеки как бы сбиваются. После этого я беру машинку вибрационную, да, вибрационная машинка, вот она, вот эта вот вибрационная машиночка, вот, с наждачкой P80 либо P100. Вот. Тут момент классный вообще. Она хорошо выравнивает из-за своей, кстати, плоскости. Она, то есть, ты видишь, да, когда у тебя выравнивается плоскость. То есть, она матируется вся одновременно. То есть, у тебя нету каких-то вот не зашлифованных частей, да. Ну, где такое показать? Где-то вот у меня есть не зашлифованные. Ну, вот здесь вот видно, да, я еще здесь не сильно доработал. Вот. А так, короче, вот когда ты хорошо зашлифовал, да, у тебя оно все заматировано одинаково. Вот. Все у тебя просто заматировано и все. и после этого, после этого я беру обычную такую вот наждачечку, вот, и что я и делаю? Я беру рукой, прям рукой и начинаю вот так вот рукой шлифовать. Шлифую. Для чего? Я не шлифую. Я таким образом рукой именно начинаю понимать, где у меня неровности. То есть, их прям сразу чувствуешь. Рукой именно чувствуешь сразу. Вот. Ну, сейчас у меня их уже здесь нет. А также этой штукой, вот, которая сейчас только что делал, да, я вот эти вот, вот эти вот штучки тоже шлифую. Вот. Потому что здесь округлость и мне приходилось, значит, ну, естественно, вот такой вот шлифовочкой. Вы спросите, а как же вот эта вот большая ленточная машинка, да, она у меня вот лежит там. Огромное спасибо вот Сереге из внедорожных решений оконных. Покупайте окна у Сереги из внедорожной оконной решений. Недорого. 90% самодельных кемперов ездят уже с этими окнами, ребята. Это, я хочу сказать, очень важно. Вот. Ну, ладно. Это даже была не рекламная пауза, это был привет просто, да, и как бы благодарность Сереге за то, что он мне классные окна подогнал. Вот. Ну, значит, по поводу этой шлифмашинки-то, да, она мне не то, чтобы нужна была, она была мне необходима, потому что она вот реально очень мощная, и вот эти все, вот эти все, абсолютно все стыки, которые вот здесь вот сейчас закругленные по всему кемперу, они сделаны только с помощью его машинки. Также, если посмотреть будет на крышу, там тоже какие-то нестыковки фанерных листов, плюс-минус там по миллиметре, они тоже этой машинкой шлифовальной, вот этой ленточной, мощной, они снялись как рубанком. Вот, конечно, я своими машинками вибрационными я бы там годами, наверное, шлифовал бы. Да, на грубой обработке, вот, но на то, как бы и хорошо, что их у меня много. Вот, и остается у меня еще вот такая вот орбиталочка, орбиталочка, она мне пока не пригодилась. Пока не пригодилась, я почти уверен, что она мне пригодится на этапе лакокрасочных и шпаклевочных вот этих вот дел. Особенно лакокрасочных, скорее всего, то есть когда пойдет там какая-то там может полировка, я не знаю, я даже еще не знаю, чем я буду красить, но в любом случае эта машинка будет мне нужна. Вот, есть еще один нюанс, я до него сейчас дойду позже, это вот такая вот, у меня еще есть вещь, вот такая вот, да, ну это обычный вот, скажем так, брусочек, да, брусочек, ручная, вот, я попробовал там кусочек пошпаклевать, вот, но об этом немножко, давайте чуть позже. Итак, что у меня получается? Кемпер зашлифовывается, зашлифовывается, в данный момент он сейчас, так скажем, первая грубая обработка, да, и я в каких-то нахожусь небольших таких вот сомнениях, я не знаю, какой момент мне нужно будет остановиться шлифовать под шпаклевку, то есть, головой-то я понимаю, что чем лучше я сейчас отшлифую, тем меньше шпаклевки я потрачу, вот, но как бы, ну, в общем, короче, вот этот компромисс, я пока не знаю, где он, будем искать. По поводу шпаклевки, у меня два варианта, ну, первый, это, конечно, обычная, самая обычная автошпаклевка, второй вариант, это жидкая шпаклевка, жидкая автошпаклевка, которая распыляется с помощью пулека, вот, я ей не умею пользоваться, я не знаю, у меня нет сопла нужного, ну, в общем, короче, ладно, пока до этого дела не дошло, я пока думаю, читаю, вот, а обычная шпаклевка, вот у меня есть, Боди 211, софт, я ей даже, вот, как бы, там нашел, типа, такой вот у меня целлюлит, вот на кемпере был, вот такой вот здесь был целлюлит, я, как бы, ей прошелся, да, и вот тем брусочком, как раз вот, зашлифовал, вот, получилось хорошо, опять же, это такая грубая обработка, не забываем, да, что это сейчас идет первичная, первичная обработка, буквально, вот, скажем так, я первый раз прошелся по всему кругу этого кемпера, спереди, сзади, сверху еще не очень, и, а вот тут внизу, да, тут вообще еще не работал шлифовальной машинкой, вот, а с по бокам, и морда, и зад, корма, будем называть его, корма, да, по-мореходному, у меня уже зашлифованы, кстати, пойдемте смотреть на корму, я очень хочу, чтобы мой кемпер ассоциировался с яхтой, ну, короче, что тут, в принципе, вот, ничем не отличается от переда, да, ну, если вы видите, у меня вот попытка была, значит, покрасить дверь, не помню, я уже рассказывал, нет, но расскажу еще раз, эта краска называется обычной антигравий, белой, фирмы Боди, 200, Боди, а сама по себе, вот, антигравий называется 950HB, по-моему, вот, чем, в чем его плюсы, посоветовал мне его, кстати, Руслан Недорожный, у него весь прицеп таким, Боди и покрашен, только серым, он проехал, как вы знаете, очень много-много, тысяч километров, и, в общем, у него в нормальном состоянии прицепчик приехал, плюс, очевидный для меня какой, первое, это цена, второе, это не требует грунта, то есть, акдезия у него вообще адовая, ко всему, то есть, видно, что вот он здесь, и на шпаклевку, и на эпоксидку, тут в перемешку все было, да, на двери, просто зашлифовано, вот эта вот рамочка сверху, так называемый, козыречек над дверью, он алюминиевый, я думал, что отлетит, ребят, я тут попытался его отшлифовать, после этого, блин, у меня он вообще, как намертво, как впитался, да, вот, то есть, акдезия суперская, понятно, что поцарапать можно все, что угодно, да, вот, но, вот, и второе, как бы, у него есть, хорошее такое свойство, не знаю, видно, да, видно, вот шагрень, да, шагрень, которая, которая, скрывает, недостатки, недостатки, того, что я там где-то не доработал, да, вот, ну, Руслан говорит, и ветки ничего не берут, ну, и второй плюс, это то, что можно покрыть после лаком, либо краской, любой вообще, абсолютно, по антигравию вообще, на него кладется, опять же, ложится все, что угодно, пока попробовал, мне понравилось, может, пока я там буду шлифовать, шпаклевать кемпер, может, у меня новые какие-то идеи возникнут, но пока вот такая вот у меня идея, почему не Раптор, все говорят, ну, Раптор, ребят, во-первых, Раптор требует правильной обработки грунтом, сопла, и сама по себе краска стоит, недешево, поэтому, например, красить мне, без опыта, да, работу пульверизатором, может быть, и, в общем-то, я бы попросил бы кого-нибудь с опытом, но, короче, в итоге получится дороже не в два раза, не в три, а больше, вот, здесь, как бы, литр стоит 500 рублей, я не знаю, как бы, литр 500 рублей, вот, на дверь у меня ушло 200-300 грамм, где-то, это вот один слой, вот, кстати, по поводу перекрытия цвета, да, видите, что у меня кемпер, он, на самом деле, стал не цвета дерева, да, а цвета вот такой вот, какой-то вот коричневый, даже не знаю, что это за цвет, да, я раньше называл детской неожиданностью, но песочный, песочный будем его так называть, вот этот песочный цвет, ребята, мне вот, хорошие друзья из Новосибирска, мне посоветовали подмешивать колор, и тем самым, ты, как бы, говорит, подведешь, ну, тебе проще будет потом красить, вот, на самом деле, вот, дверь, ее действительно было покрасить просто одним слоем, вот, если бы я перекрывал бы дерево со всеми его, там, подтеками, там, шпаклеванием, вот, мне, может быть, пришлось бы мучиться побольше, а так, короче, вот, весь кемпер, вот, видите, весь кемпер, он, такой вот у меня вот песочный, в принципе, так его, он и так ничего смотрится, вот, ну, внутрь мы заходить не будем, потому что, ну, что там, внутри мы уже сто раз были, я, кстати, с тех времен, туда, по-моему, и не заходил, я все это закрыл, вытащил окна, заклеил это все, и, собственно, у меня теперь это все, пока там, до хороших времен, эти стекла там спрятаны, вот, ну, можно так заглянуть вот в эту часть, тоже, видите, как бы здесь все отшлифовано, вот, окна не пугайтесь, окна остались, это просто я, как бы их даже не вырезал, потом стеклоткань, как вот заклеивал, стеклоткань такая осталась, вот, а так у меня, конечно, вот все стараюсь, я уже выводить, так скажем, да, здесь еще не сильно, вот, а вот по этим стеночкам, да, я уже, конечно, работаю более усиленно, но они там, просто, скажем, здесь ближе ко мне, у меня даже есть к вам какая-то определенная благодарность, потому что я сам себя поймал на мысли, что пообещав что-то вам на видео, типа там, в марте начинаю стеклоткань, я вот расшибусь, но я начинаю стеклоткань, как бы мне не тяжело было, я, я реально иногда ползу сюда в гараж, но я понимаю, что я бросить не могу, если пройдет несколько дней, мне будет еще сложнее начать, короче, в общем, вам обещаю, и сам, в общем, перед вами, как бы получается, в ответе, да, вот, ну и соответственно, сейчас вот я вам говорю, что в конце апреля, я так думаю, что все-таки число 20-х, в начале 20-х, я его буду ставить уже на пикап, мне страшно, как бы вы знали, как вообще, мне реально страшно, страшно за все, за поднятие его, за установку, за крепежи, за, как он будет себя вести на дороге, не отвалится ли он там на поворотах, короче, блин, как вот с первым у меня был, да, куча всяких сомнений, так здесь и со вторым, но учитывая его уже другие размеры, да, мне уже соответственно, и вообще другую конструкцию, мне как бы немножко даже страшнее, хотя, по конструкции, кстати, хорошо, что мы в этот момент коснулись, по конструкции, некоторые ребята, некоторые ребята на других, может быть, каких-то сайтах, там, в сообществах, там, ну, разных, да, писали всякие гадости, писали мне всякие гадости, типа, развалится, да, ну, в общем, стандартный набор, ты ничего не знаешь, ты ничего не умеешь, короче, ты делаешь все неправильно, и, как всегда, усиливай рамами, арматурами, чугунием, бетоном, ух, короче, в общем, блин, написали и писали мне, в общем, и говорили, всякого, я показывал, помните, да, на самых-самых начальных этапах я залазил уже в алько, в крыши даже не было, да, были две стенки, да, и пару перегородочек, да, вот, и, вот это вот все дело, как бы, да, с каждой палочкой, с каждой планочкой, с каждой томатой усиливалось, да, когда вот эта мебель еще внутри пошла, там, стол, да, это же тоже часть каркаса, стол, шкаф, шкаф вообще получается, весь целый угол он там вообще скрепил, усилил, значит, часть, которая при входе в алькофф, вот этот так называемый, я его называю шпангоут, он сделал вот, вообще каркас связал, короче, да даже окна, окна, ребята, они тоже, так как они металлические, я вырезал, как бы, фанерку слабую, а вставил туда окна металлические, да, это тоже усилитель конструкции, тем более вырезая, я усилил все вокруг рамой, вот, деревянной, и так, на последнем самом этапе, когда я уже все это дело сделал, он был крайне, крайне уже крепкий, я за угол его поднимал, да, в общем, проверял, вывешивал на домкратах угол целый, и проверял, закрываются ли окна, там, открывается ли дверь, не перекосил или чего, ну, короче, в общем, не было все никаких проблем, и после этого я, работая на крыше, я все-таки немножко так побаивался, да, стремался, так будем говорить, что я ее проломлю, все-таки, извините, 4 миллиметра, да, всего лишь крыша, ну, фанерка, потом, конечно, она была там утеплителем, пеноплексом, потом она была там подшита еще, пластиком, но это вроде как будто бы ничего не дало, и так, после всего этого дела, я два слоя стеклоткани повесил сюда, наклеил, и со смолой, вот, и, короче, все, это монокок, то есть, я хожу по крыше, она не прогибается, она, ну, может быть, где-то прогибается, да, но там квадраты, я не помню, ну, сантиметров, что-то там, типа 40 на 40, что ли, или там 45 на 45, то есть, у меня 2 метра, метр 90, у меня вот так 4 квадрата, соответственно, у меня получается раз, два, три, четыре, где-то по 45 сантиметров, да, ну, наверное, короче, вот этот квадратик, да, то есть, вот он, как вот, может, и ходит сколько-то, ребят, ну, это вообще все, он настолько прочный, можно, его спокойно, значит, переворачивать за один бок, подвешивать, я уверен, что ничего с ним не станет, по поводу того, что отвалится альков, у меня не то, что уже нет, никаких сомнений, да, мне уже просто интересно, а сколько он выдержит килограмм, то есть, один человек, два, это понятно, мне интересно уже, максимально сколько, ну, мне как вариант, только грузить туда мешки с цементом, да, вот, чтобы понимать, какой вес, вот, ну, либо позвать, моих каких-то плотных друзей, и туда все залезть, в альков, вот, единственное, как бы опасение, у меня не то, что альков отвалится, а то, что кемпер носом клюнет, соответственно, да, если он не будет закреплен, в кузове, короче, в общем, по алькову, нет вопросов, по поводу крыши, у меня много всяких еще вариантов и рассуждений, значит, мне нужно, на крыше нужен большой багажник, для байдарок, для байдарок, каким его сделать, я не знаю, хочется какое-то элегантное решение, я пока вижу, знаете, вот здесь вот по краю, типа нервюры, как у самолета, да, с прорезью, сделать тоже из фанеры, обшить стеклотканью, со смолой, сделать, так скажем, их очень крепкими и надежными, вот, будет смотреться, возможно, все-таки гармонично, вот, ну, просто какие-то банальные рейлинги, да, я не хочу, мне хочется чего-то такое, чтобы это все-таки было эксклюзивное, да, все-таки у меня пилигрим кемпер, он эксклюзивный, он один такой, ну, и хочется, в общем, даже такие элементы, как багажник, тоже, в общем-то, что-то вкрутить свое, вот, вот здесь вот, на передней части, вот в Алькове, которая вот эта, да, здесь будет большая панель, большие две панели, по 100 ватт, 200 ватт, ну, соответственно, в дальней части, которая вот эта вот уже ровненькая, да, там будет у меня уже багажник, в принципе, там и на переднюю часть пускай находят, ну, ладно, это уже, как бы, нюансы, вот, дальше вот здесь у меня будет лесенка, ну, буквально, вот прям вот такая вот коротышечка маленькая, да, чтобы просто по краю залезть туда, на багажнике что-то, значит, там размещать, ну, и как, в общем-то, я уже миллион раз говорил, моя мечта, это, спать на крыше, смотря на звезды, где-нибудь на юге, вот, в общем, я все делаю для того, чтобы крыша полностью для этого была пригодной, вот, соответственно, чтобы я не рухнул, а высота здесь, извините, уже 3 метра, и костей не соберешь, соответственно, мне нужны по бокам вот эти вот нормальные такие вот рейлинги, типа, бортиков, да, вот еще, по поводу домкратов, пока, значит, пока я притормозил со своим домкратами, они есть у меня, я на них поднимаю здесь в гараже, когда работаю, то есть мне надо низ там где-то подшлифовать, я поднимаю немножко свой кемпер своими домкратами, хожу внутри спокойно, на крыше даже лазаю, при том, что у меня стоит на домкратах кемпер, вот, сначала аккуратно, сейчас опять же все уже спокойненько, без проблем, и, значит, почему я с ними притормозил, я решил не торопиться, в плане там, разборные, неразборные, короче, у меня есть товарищ, у которого есть готовые домкраты для кемпера, да, нормальной высоты, то есть, которые могут от пола поднять до нужной мне высоты, в общем, что мы с ним придумали, когда я буду готов ставить кемпер, я беру у него домкраты, ставлю и поднимаю с помощью них свой кемпер на пикап, и уже когда он будет на пикапе, кемпер, я свои домкраты там и буду уже прилаживать, рассчитывать, ну, смотреть, как оно будет все это дело смотреться, вот, в общем, короче, я пока решил не торопиться, в плане, качается, не качается, ну, блин, ребята, ребята, ну, жить я в нем не буду, когда он будет стоять на домкратах, мне снять, поднять, снял, выехал, опустил, подветренная, там, ветренная, ураганная погода, я не буду его снимать в ураган, вот, соответственно, мне его надо снять у себя на даче, на площадке, нормальной, да, без всяких каких-то экстремальных условий, не надо там мне писать, там, что-то ветром задует, вот, просто приехал, снял, поставил, все, на поддоны, либо я сделаю тележку на колесиках, чтобы его там передвигать, вот, и все, вот, так, нюансы по поводу еще, кстати, вот, шлифовки, значит, средство защиты, естественно, у меня вот такая вот маска была, ну, она и, собственно, есть, я в ней работаю, когда работаю со стеклотканью, ну, не всегда, честно, так говоря, но, когда работал со смолой, да, но, пользовался, пользовался, ну, в ней очень тяжело работать, когда работаешь со шлифовкой, она тяжелая, спадает, в общем, через фильтр все-таки дышится, не очень прям хорошо, поэтому я, купил такие вот, ремовские масочки, ну, вы знаете, такие простые, да, вот, именно для пыли, с ними работать, конечно, класс, они легенькие, фильтруют хорошо, поэтому пользуйтесь обязательно, потому что, вот эта стеклоткань, она просто везде, она, она вообще везде, даже потом она дома, как-то может оказаться, вот, вот, в общем-то, наверное, все, ребята, на этом давайте, как бы, на этом пока, всем пока, следующая серия, я надеюсь, будет уже связана со шпаклевкой, серии не будут выходить, прям каждый там, что называется, каждые два дня, каждые три дня, как вы видите, объем работы достаточно большой, неинтересный, в плане визуальности, здесь особо ничего не происходит, вот, вот сделал, я вам показал, как бы, теперь опять будет шлифовка, 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 что ее там опять показывать, рассказывать, я уже не знаю, вот, мне быстрее все это закончить, зашпаклевать, и вытащить на улицу, то есть, потому что красить я буду, конечно, уже на улице, вот, потому что здесь красить, как вы понимаете, это практически нереально, и так тут гараж, этот потом отмывать буду, еще полгода, вот, все, давайте, на этом пока, всем привет, смотрим меня, спасибо, что вы смотрите, мне очень приятно, ну и, как говорится, с вами был Андрей Наумов, и Кемпер Пилигрим.